Из-за пандемии на протяжении двух лет таких интересных и по-настоящему зрелищных мероприятий в нашем городском округе не было. В данном случае речь идет о выставке собак охотничьих пород, которая прошла в Щелкове, в лесополосе недалеко от железнодорожной станции «Воронок». Мероприятие провело местное отделение межрегиональной общественной организации «Московское общество охотников и рыболов». Для владельцев лаек, гонщих, нордных, легавых, спаниелей и лабрадор-ретиверов эта выставка – важное событие. На рингах эксперты оценивали рабочие качества охотничьих собак, выставляли им оценки, давали рекомендации, которые помогут их владельцам продолжить дрессировку своих любимых помощников. Съехавшиеся на выставку знакомы между собой уже давно. Объединены люди, которые любят собак, любят охоту, любят рыбалку, то есть по интересам. В основном из-за того, что долгое время не было, все соскучились. И сейчас, как только мы сказали, давайте соберемся, все отозвались, собрались. Вот как вы видите, тут у нас ринги, все мы подготовили, вычистили здесь. Все по интересам, да, то есть люди, которые любят собак. В Щелковском обществе охотников и рыболовов за вопросы, связанные с разведением и поддержанием высокого качества породы, отвечает председатель секции собаководства Михаил Ширялин. По его словам, кинологи постоянно проводят полевые испытания собак, а выставка – это своего рода итоговая оценка работы за год. На выставке мы уже комплексную оценку проводим собак, то есть ее экстерьерные состояния собаки, экстерьерные данные и полевые качества. Все это суммируется и собаки относятся у нас к классам. У нас существует три класса – это первый класс, второй класс, третий и класс элита – это самый высший класс. Владелец Паниэля Флорины II у породистых собак бывают именно словно у королевских особ. Игорь Костюков на этой выставке бывал неоднократно. О ней он говорит в первую очередь как о конкурсе красоты, тем более что собак готовят к выставке очень тщательно. Ведь здесь вручают медали и специальные жетоны за экстерьер и за соответствие стандарту породы. А за рабочие, то есть охотничьи качества, еще и призы. В охотничьем собаководстве есть такое понятие как бы нитировка. Это учитывается не только красота самой собаки, но и ее рабочие качества, рабочие экстерьерные качества, ее потомство, которые мы можем посмотреть именно на выставках, когда приезжают производители и вслед за ними приезжают их потомки. И мы уже можем отследить развитие породы и в каком направлении нам двигаться. О западно-сибирских лайках и о своем любимце Тунгузе житель Щелкова Геннадий Данилов готов рассказывать часами. По природе своей к людям добродушная, к детям добродушная. Они не злобные на людей, злобные на зверя, злобные на охоте. На охоте лучше не подходить. Как воспитать ее? Воспитать? Заниматься надо. Ну а потом надо смотреть по характеру. Характеру, вот у меня третья собака это. У всех у трех разные характеры. Щелковская выставка собак охотничьих пород – мероприятие, куда традиционно приезжают не только из щелковских клубов собаководства, но и со всей Московской области. С каждым годом участников все больше. В этом году их было здесь более 60. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...